Здравствуйте! Это мои любимые видео, общение с моими подписчиками, ответы на вопросы. Маргарита, вы спросили, как заделать прочно швы в полу между досками. Я так поняла, у вас, видимо, частный дом и вот эти дочатый пол, и образовались щели большие. Вы раньше закладывали там тряпочки, да, все это такое, значит, что мне сказали? Значит, во-первых, во-первых, есть очень на сегодняшний день много таких шпаклевок, специальных вещей, которые можно этот пол заклеить. Но они стоят на сегодняшний день очень-очень дорого, и можно сделать шпаклевку своими руками. И, учитывая то, что вы женщина, вы тоже это сможете сделать. Первое, что нужно, убрать и расчистить эти досточки, там были тряпки, что вы говорили, там, краску, мусор, все это убрать, все это почистить. Второе, конечно, желательно эти щели заделывать зимой, когда они более, ну, помещение более сухое и щели более широкие. Но неважно, можно и сейчас. Значит, что вы делаете? Вы покупаете клей ПВА и древесные опилки, может, у кого-то есть попросить, вот, или древесную пыль. Это у тех, кто занимается, там, паркет кладет, у паркетчиков, можно взять древесную пыль. Еще, значит, если щели такие у вас большие, да, широкие, то лучше тогда, конечно, взять опилки. И какая там пропорция? Такая пропорция на глаз. Значит, вы берете, допустим, баночку этого клея и туда высыпаете вот эти опилки, и должна быть такая густая-густая масса. Вот, как он мне сказал, сколько, вот возьмет этот клей в себя этих опилок, столько густая масса. Накладываете, все эти щели обрабатываете. Такая получается, как шпаклевка, как замазка. Затем, и так много, не жалеючи, чтобы немножко даже этот раствор выступал над полом, там, сантиметр, полсантиметра. И даете, чтобы вот все это высохло. Сутки, двое, пусть это все хорошо высохнет. Берете наждачную бумагу, вначале крупная наждачная бумага, и хорошенечко-хорошенечко это все затираете, а потом мелкую наждачную бумагу, и затираете. Значит, он сказал, что это должно вам помочь. Ну, конечно, это не на всю жизнь, там, через год-два, может, надо будет это повторить, но это чудесные средства, и, как я понял, хороший совет. Человек понимает, человек знает, поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы по ремонту, и вообще по-частному, там, что нужно делать, заделать, как забить, как прибить, то можете у меня спросить, и я спрошу у мастера, и вам отвечу на этот вопрос. А пока всего вам доброго. Думаю, этот совет вам пригодится. Пока.